Здравствуйте, с вами Корнев Антон, основатель юридического агентства Корнев и Партнеры. И сегодня мы поговорим про первый допрос в налоговой. И постараемся его инсценировать, чтобы показать самые распространенные ошибки. Итак, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Николай Георгиевич Вележанин. Ваш паспорт. Николай Георгиевич, вам разъясняется статья 51 Конституции Российской Федерации. Открывайте, читайте, пожалуйста. Прямо вслух? Для себя. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Вам ясны и понятны ее положения? Да, конечно. А также я вам разъясняю статью 128 Налогового кодекса Российской Федерации. Ответственность свидетеля, так как вы вызваны на допрос в качестве свидетеля. Неявка либо уклонение от явки безуважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля, влечет в взыскание штрафа в размере 1 тысячи рублей. Вам понятно? Я же уже пришел. Отлично. Неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, а равна дача заведомо ложных показаний, влечет в взыскание штрафа в размере 3 тысячи рублей. Вам понятно? Да. Давайте приступим. Это все делается для того, чтобы объяснить гражданину Российской Федерации его права и обязанности как свидетеля, несмотря на то, что он в налоговой инспекции. И задать правильный тон общения. Никак не дружественный. Как вы можете это понимать? Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в качестве предпринимателя? Я предоставляю рекламные услуги разным юридическим лицам. А физическим? Нет. Какая у вас организационная форма? Не понял вопроса. У вас ООО или ИП? ИП. Индивидуальный приниматель. Вы понимаете, что ИП это тоже юридическое лицо? Ну да, конечно. Отлично. С какого года вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель? 17-й, наверное. А поточнее? 17-й, 18-й. Я не знаю, честно, я забыл. Понятно. Могу посмотреть, если хотите? Пожалуйста. Вот в этот момент, когда человек берет в руки телефон, с телефона может произойти все, что угодно, несмотря на то, что вы в налоговой. Дело в том, что в налоговой проверке участвует два сотрудника УЭП и ПК, оперативных сотрудников. И они тоже иногда могут присутствовать на допросе. Кабинет большой, там еще кто-то может находиться. И если сотрудникам УЭП и ПК очень интересен телефон ваш, то как только вы его достанете и начнете там что-то смотреть или куда-то звонить, они предложат вам его выдать добровольно. А если и этого не случится, могут оформить выемку. Несмотря на то, что это допрос в налоговой инспекции. Всегда приходите туда только с одним паспортом. А, ноябрь 18-го, кстати. Уточнили? Да, ноябрь 18-го. Прекрасно. Вам предоставляется на обозрение договор между ООО Альфа и вашим ИП от 8 июня 2020 года на сумму 500 тысяч рублей. Вы заключали данный договор? Ну, скорее всего, да. Что значит, скорее всего? Да, заключал. Никогда не надо отвечать прямолинейно на такие вопросы. Первый вариант. Предпочтительный. Скорее всего, да. Поясните, пожалуйста, вы лично присутствовали при подписании данного договора? Ммм, да. В этом случае нужно отвечать, что в данный момент затрудняюсь вспомнить. Но, скорее всего, да. Нельзя давать однозначно односложных ответов. Нельзя давать утверждающие ответы. Потому что вы не понимаете, к чему клонит сотрудник налоговой инспекции. И сейчас я вам это продемонстрирую. Подскажите, пожалуйста, кто присутствовал при подписании данного договора со стороны ООО Альфа? Ну, я так понимаю, что генеральный директор, который его подписывал. Вы это помните или вы это понимаете? Помню. Я это помню. Так налоговый инспектор начинает расставлять ловушку. Он заставляет вас дать однозначный ответ, кто был, кого не было. Отвечать надо в настоящий момент затрудняюсь вспомнить. Так как прошел уже год и у меня было много таких договоров. Подскажите, а где конкретно состоялось подписание этого договора? У вас в офисе или в офисе ООО Альфа или еще где-то? Да, скорее всего это было в офис. Офис Альфы. Мы приехали, подписались, все, уехали и все. Очень важно, что сначала инспектор записывает ваш ответ, а потом уже продолжает расставлять свою ловушку. Ровно для того, чтобы вы уже не могли отказаться от того, что уже было сказано. Расскажите, пожалуйста, по какому адресу находится офис ООО Альфа? Я не могу так сказать, ну, правда, кто адрес это помнит. В навигаторе где-то там было записано. Подскажите, пожалуйста, на каком этаже находится офис ООО Альфа? Очень сложный вопрос, точно нет, не знаю. Скажите, пожалуйста, у ООО Альфы есть ресепшн? Вас кто-то встречал или вы сразу прошли к генеральному директору? Ну, 100% кто-то встречал. Ну, типа это либо охранник торгового центра был, бизнес-центра, либо секретарь. Ну, мало генеральных директоров сидят на ресепшне и встречают тебя. Вы сказали, что это был бизнес-центр. Какой? Не помню, честно. Бинго. Сначала человек говорит, что не помнит даже этаж, а теперь вдруг вспоминает, что это был некий бизнес-центр. Понятно, что это не одно двухэтажное строение, как правило, особенно если мы говорим про Москву. И вот в таких показаниях он начинает путаться, начинает что-то придумывать. И действительно все это видно и понятно. Понятно. Подскажите, пожалуйста, как выглядит генеральный директор ООО «Альфа»? Мужчина, женщина, высокий, низкий, блондин, брюнет. Мужчина среднего роста, европейской внешности, обычный мужик. Сколько ему лет? Я не могу сказать. Ну, типа 40, наверное. Важно понимать, что сотрудники УЭП и ПК уже положили на стол сотруднику налоговой инспекции справку о том, какой директор ООО «Альфа» и как он выглядит и его фотография. И здесь все очень просто. Если таковой материал есть, просто предъявляют человеку фотографию, если все это не совпадает, и прямо говорят, вы врете. Мы вас изобличили, уличили. Зачем вы это делаете? И разговор начинается совсем иной. Примерно вот такой. Я вам сейчас не для протокола хочу дать почитать статью 199 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Особенно часть вторую. Обратите внимание на то, какое наказание по этой статье предусмотрено. Читайте. 199, да? Уклонение от уплаты налогов. Наказывается штрафом в размере от 100 тысяч... А, вторая. То же деяние совершенной группы лиц в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. От одного до трех года с лишением свободы на срок до шести лет. Вы понимаете, что мы вас пригласили не просто так? Нет, не особо, если честно. Вы понимаете, что вы уже забрались. И директор-то женщина на самом деле, а не мужчина 40 лет. И мы подозреваем эту компанию как раз в том, что она не уплатила налоги. И из-за того, что вы врете, вы становитесь пособником данного преступления. И вы также понесете наказание. Так как это группа лиц по предварительному сговору, то до шести лет. А теперь подумайте, стоит ли из-за них сидеть в тюрьме. Может быть, вы нам все-таки расскажете, как на самом деле заключался данный договор. Ну, ну... Не забывайте про ответственность. Я... Ну, да, мы его, да, так и заключили. Как? Ну, не совсем правильно. Как именно? Ну, да, мы... Окей, окей, окей. Мы его согласовали по почте и подписали курьером. Я там, ну, типа, ни разу не был. Вот. Но ничего страшного уже в этом нет. Правильно ли я понимаю, что вы ни разу не были в компании ООО «Альфа» и ни разу не видели генерального директора ООО «Альфа»? Да, скорее всего, да. То есть вы не знаете, кто на самом деле подписал данный договор. Так как это происходило не при вас. Да мне, собственно, и без разницы. Кто-то подписал. Деньги-то есть, все, хорошо, да. Ловушка захлопнулась. Человека изобличили в том, что он врет, и объяснили последствия, достаточно серьезные для него. Дальше с этим допросом будет разбираться уже УЭП и ПК. Это будет следующий допрос, который из налоговой перейдет в УЭП и ПК. И там будет все гораздо-гораздо интереснее и гораздо серьезнее. Поэтому, когда вы идете на допрос в налоговую инспекцию, берите всегда с собой адвоката, чтобы подобных нюансов с вами не произошло. Чтобы на вас инспектор не давил уголовной ответственностью по уголовному преступлению, которого вы не совершали, а кого-то в этом подозревают. Чтобы вам не расставляли такие ловушки, лучше говорить уклончиво, давать неоднозначные ответы. Сейчас затрудняюсь вспомнить. Прошло очень много времени. Мне нужно вспомнить, мне нужно посмотреть документы и так далее. Лаконичные ответы о том, что вы не помните. Антон Александрович, не для протокола вопрос у меня. Мы уже вышли из роли, я возвращаюсь в роль Николая. Если я на таком допросе спрошу что-то из разряда, а какие ко мне претензии, они там что-то намудрили, почему вы меня допрашиваете, идите к ним. Я вообще ничего не знаю, с ними год назад работал. Вот 51 статья Конституции, вообще все, сори. В этом случае надо на те вопросы, на которые вы опасаетесь отвечать, надо брать 51 статью Конституции. Но не забывайте, что очень глупо ее брать на все вопросы. Есть вопросы о том, где вы родились, чем вы занимаетесь, на которые можно совершенно спокойно отвечать. Договор фиктивный, не фиктивный, то есть реально он заключался или нет, были по нему работы или нет, на это все можно совершенно спокойно ответить. А вот как он подписывался, при каких обстоятельствах, знаете вы директор или нет, либо 51 статья Конституции, что не совсем хорошо, правильнее отвечать в настоящий момент, затрудняясь вспомнить, оперируя тем, что у вас большой поток данных договоров. И очень важно понимать, что все ваши вопросы к инспектору никто не конспектирует и никогда не вносит в протокол и не отвечает на них, если не захочет этого сделать. В то же время все вопросы инспектора должны быть занесены в протокол, пусть даже они были сказаны вне протокола. Имейте это в виду. Всегда ставьте прочерки в пустых местах, если протокол заполнен таким образом. И если у вас есть замечания к тому, как прошло данное действие, или что не все ответы были занесены, не все вопросы отражены в протоколе, собственноручно в конце протокола пишите все замечания. Именно в протоколе. При этом с 2018 года вам обязаны, я подчеркиваю, обязаны в налоговой инспекции после окончания допроса дать копию протокола допроса. Не забывайте об этом. Подписывайтесь на всякий случай. С вами был Корнифантом. Дамы и господа, если вы опасаетесь, что вас могут вызвать на допрос, может быть обыск дома или в офисе, может начаться внеплановая налоговая проверка, одним словом, правоохранительный орган, полиция, следственный комитет, ФСБ Российской Федерации проявляет к вам повышенный интерес, и вы хотите защитить себя и свой бизнес, переходите по ссылке корниф.москов, один звонок, и вы под защитой.